Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, добрый вечер. Сейчас еще на вечер гляну и вперед. Так, поехали. Значит, вы видите, этого товарища, он приехал с мину Синска, вот и в разговоре сказал волшебные слова, что... Ну, я этот разговор записал, кто-то из вас этот фильм видел. О чем шла речь? Саженцы были от Юрия Алексеевича Латенкова, персики. Вот, я возмутился, говорю, а почему фотографий нету? Вот пришли фотографии, внимание. Так, ну, я каждую фотографию использую как учебу. Вы видите дуги, вы видите саженец персика, который рос себе в наклоном состоянии, полностью явно был укрыт. И вот, что получилось. А получилось следующее. Вот это уже плодоношение. Это, значит, ну, так называемый донецкий белый, это там, где побелее. И первый, пока единственный плод персик Дальневосточный. И Баданевский белый, и Дальневосточный прислал ему Латенков Юрий Алексеевич. Именно потому, что для меня фамилия Латенкова, это... Для меня он как бы рядом с ангелами, там, на небе. Вот, поэтому я не мог не потребовать эти фотографии. Вот, и не показать вам фамилию Латенкова. Для меня фамилия, ну, такого приближенного к ангелам. Вот, так что, Виктор, очень благодарен за эти фотографии, за возможность лишний раз помнить про великого садовода. Благодаря, а теперь благодаря вам. Призять еще. Так, сколько я вам говорил и буду говорить. Вырастет легче. А, ага. А откуда он это меня знает? Он, оказывается, изучил мои... Все мои статьи в Фазенде. То есть, он из тех ветеранов, которые меня читали, когда была в Фазенде. Это больше 10 лет. Вот. Вот теперь все сказал. Теперь персики мои, еще раз говорю, вырастить их легче, чем абрикосы, сливы, яблони, груши, черешни, вишни. Именно потому, что их можно укрывать. Давайте еще часть укрытия. Значит, это я выкопал. Вот, собственно, ручками, видите, корни. Значит, если приглядеться, вот тут вот видно, хоть и с трудом, что я уже третью часть кроны отрезал. Вот, видите, отрезал своими ручками, замазал. И тогда, что я сделал еще? Вот. Посадил в наклонном виде. Ну, это не они, но это такой же, точно тоже обрезанный. Обратите внимание. Значит, почему такая форма? Это я это называю ребра жесткости. Это, значит, захочу, все время забывая на рынок заехать. Значит, куплю картонную, или там стащу картонные коробки. Очень удобно, чтобы ветром не сдувало, сверху накрыл, если плотненько. Можно потом еще снаружи пару колев бить. И картонная коробка, и больше ничего. А это не так, практически у меня почти все зимуют на морозе в открытом виде. Это значит, что это просто страховка. И достаточно будет одной коробки, которая слегка присыпет снегом. Вот такой момент. Теперь так. Ходите, друзья, два главных кандидата. Мезинов и Макаров. Мезинов, Брянская область, Макаров, Подмосковье. Чьи это персики, чьи это фотографии. Мне их надо занести в особую папку. А как же я могу? Как и железо можно забыть, если человек из косточек вот это чудо вырастил? Вырастил по простой методии. Не обрезал, смотрите, какие они. Видите? А ведь половина веток подлежали уничтожению, да, Ольга Исакова? Правильно я говорю? Или вы делаете исключение для персиков? Почему бы вы научили уничтожать груши? Они-то в чем виноваты? Так вот, видите? Значит, мне нужно, чтобы кто-то уже точно сказал, а это я. Это мое. Ну, понятно, что материал пришел от меня, от железа, подозреваю, что вот это минусинский. Что-то в памяти осталось. Но я не виноват. Если бы, смотрите, друзья, многие считают меня умным, кто-то считает даже сильно умным, кто-то наглым и так далее. Но главное качество моей головы, которое перешло в какое-то особое состояние. То есть, если у меня нет памяти, ее не было в школе, не было в институте, вот, мне приходилось все время что-то выдумывать, мозги напрягать. Ну, не могу запомнить ничего, не могу, и все. Вот, что-то не это, все, опять эту, эвклидовую математику по новой изобретать. К чему это привело? Пришлось напрягать мозги. Результат перед вами. Поэтому я вас прошу, не обижаться на меня за то, что я не помню, чьи эти шикарнейшие фотографии. Наверное, того, чьи это, дом он там на втором плане. Ну, пожалуйста, не обижаться на меня, что я уже забыл. У меня есть загадка, 60% что один, 40% что другой. Вот, подскажите. 107 грамм. Вот они уже. Ну, раз южнее, значит, крупнее. Это одно из двоих постулатов. Вот. На север забираются, если уже не погибают деревья плодовые, то, по крайней мере, они норовят уменьшиться в размерах плодов. Ну, дать побольше, да. Ради побольшего количества семян. Ну, что это такое? Безобразие. Вот. Ну, я ещё понять не могу. Многие думают, что ты с наукой, почему ты всё время их вспоминаешь? Да потому что, а если бы они с самого начала об этом занялись, они были бы во всех садах, во всей России. Ну, может быть, там, кроме Северо-Запада, кроме этого, Среднего и Северного Урала, кроме этого. Вот. Я уж не говорю, что... Ну, в общем, всё бы было, но когда с самого начала ведь требуют вот это уничтожить. Простите, пожалуйста. Телефон звонит городской, а я живу в напряжении. И есть причина для того. Алло. 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 Так. Продолжаем. Слава богу, кто-то отключился. Так вот. Когда-нибудь сейчас вся страна, у меня сотни фотографий, саженцы уже имеют метр, даже колдовидное. Даже карликовое деревья, из этого карлика две трети, это голый штамп. Как неужели не понять, что если сейчас... Это учёба пошла. Спасибо за фотографию, это... Коллега. Если сейчас от этого дерева... Ой, чё-то... Минуточку. Это я плохо отключил телефон. Так. Здесь же действительно... В любом институте, как учатся, это как научила моих аппосетов, это... Тимвязевская академия. Отрезать нижние скелеты. А не то, что урожай, это в разы меньше будет. Оно просто погибнет. Почему они этого не знают? А может, они пробовали персики выращивать? А почему у них 27-28 градусов предел? Да на изувеченном дереве 27-28 градусов мороза, это действительно предел? Это смерть. Вот так вот, друзья. Ну, а мы продолжаем. Я горжусь с вами, ребята. Ну, что это такое? Ну, это вызов. А почему никто не обращает внимания? Почему по телевизору показывают министра сельскохозяйства, министра науки, высшего образования, министра просвещения, президента Академии наук? Почему они этого не видят? А? Мы не только вас научим, ребята, мы вас обеспечим этим. Мы вас этим обеспечим. Вам даже напрягаться не придется. Раз, иначе я готов. А потом стригите, как говорит, какое-то самое. Просто берите это и делайте диссертацию. Вот. Ладно. Ну, а это чудо мне прислал с Казахстана Кирилл Иван Федорович. Иван Федорович, знаете, почему здесь нет вашей фотографии, как автора вот этого чуда? Да потому что у вас эти сигареты. Просьба прислать фотографию. Можно с этим самым чудом, с этим кактусом цветущим. Может, это редчайшая вещь встать. Может быть, в саду, может быть, где угодно. Вот я только без сигарет, а? Хотел сюда вставить, искал, искал. Была еще одна. Вот. Ну, тут я болезнь нашел. Память или нет? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok